Всем привет, друзья, ребята, с вами Юранка, и сегодня я вам хотел бы рассказать о том, как можно запустить старенькую, но весьма классненькую, классику, игрушечку по названию Legacy of Kain Defense. Это одна из квадрологий, по-моему, или даже просто антологии серии игр Legacy of Kain, которая не стартует на Windows 10 или Windows 7. Скажу вам сразу, виновата не Windows 7 или Windows 10, а именно ваша мощная видеокарта, ваш мощный ПК не дает возможности запустить игру, потому что просто игра не распознает вашу видюху из-за того, что она слишком чересчур мощная и даже не поддерживает аппаратное ускорение. Фиксится это на самом деле совершенно на изи, сейчас я вам расскажу о том, как это сделать. Что нам с вами потребуется? Для этого это просто скачать специальный патч, который я вам напишу в описании, ссылочка будет под видео. Он называется DG Voodoo 2.75. Если версия будет выше, ничего страшного, вы можете отдельно также скачать, если хотите, за интернетом. Значит, до этого я рассказывал, как запустить Legacy of Kain Solar River, первую часть, которая не хотела запускаться. Как запустить вторую часть, я также, по-моему, рассказывал. Но и сегодня у нас с вами идет вот эта часть, а потом еще выйдет заодно на Legacy of Kain Blood Omen, также гайд. Значит, что у нас с вами, в чем принцип? Вы его скачиваете и полностью распаковываете, то есть просто в какую-то папку распаковываете все файлы. Затем запускаете DG Voodoo CPL. Сейчас расскажу, что здесь делать. Плюс также вы заодно и установите свое любое разрешение для этой игрушечки. Мы здесь с вами сразу выбираем раздел под названием DirectX, все остальное нам не нужно. Значит, здесь можно оставить Voodoo Virtual 3D Accelerator Card. В принципе, как он есть, так мы его оставляем. Нет нужды что-то либо менять. В VRAM ставьте столько, сколько у вас есть. Если у вас выше 4 гигабайта видеопамяти, ставьте тогда 4. В любом случае, 4 гига – это предел. Затем Resolution. Я рекомендую поставить то, которое у вас есть. В данный момент разрешение вашего моника. Ну, в моем случае, 2560 на 1080 – это финальное, последнее допустимое максимальное. Anti-Alessing. MSA – это сглаживание. Настоятельно рекомендую поставить 8-кратное. Почему? Потому что качество картинки будет просто в миллиарды раз лучше. Сглаживание будет просто ма. Также несетробная фильтрация 16X. Здесь также можно вот эти галочки как есть, так и оставить. Их не нужно трогать. И можно поставить Force V-Synx. Вот это я рекомендую. Все, все остальное можно, в принципе, не трогать. Все оставлять, как оно есть. А, DG Voodoo Watermark, чтобы у вас справа внизу не отображался водяной знак. Вот так же здесь галочку можете снять. Что нам с вами нужно сделать далее? Мы нажимаем кнопочку Add. Затем мы прописываем с вами, просто заходим по пути, где у нас находится игра. И просто в главном папке с игрой мы нажимаем. Именно в корне с игрой, в папке в корне с игрой, не далее. Никуда не надо. Нажимаем выбор папки. Все, мы с вами сделали добавление. То есть мы то, что нужно было, добавили. Еще раз с вами снимаем DG Voodoo Watermark. Также далее мы с вами поставили разрешение. Фильтрацию 16-кратную. Anti-Lasing 8X. Все выставили то, что нужно. Нажимаем Apple. Все. После этого, что у нас с вами необходимо сделать? Мы закрываем приложение. И вот здесь у нас с вами есть папка. Она называется MS. Мы в нее заходим. И в папке x86 вот эти четыре файла копируем. Если вдруг, потому что вы будете повторно использовать данный патч для других игр, то лучше скопировать, а не переносить. Мы с вами заходим в папку с установленной игрой и просто переносим. Переключить музычку какую-нибудь. Включить. Прикольнее. Значит, мы с вами заходим в папку с игрой и просто эти файлы вставляем. То есть копировать, вставить, проще говоря. У меня предлагают замену, потому что я уже проверял, что данный мод работает. У вас он не будет предлагать замену. Этих файлов здесь просто не будет. А после этого мы с вами спокойно запускаем игру. Если вдруг она не будет стартовать при каких-то течениях обстоятельствах, она откажется это делать, вы просто правой кнопкой мыши по ярлыку и нажимаете запустить в режиме совместимости. Под Windows XP я проверял. XP CP2. Она стартанула. Но вот, что мы с вами видим. Полностью запустилось главное меню. Она у меня на English. Я русификатор не юзал. Давайте проверим. Давайте посмотрим. Работает, не работает. Что, как, от чего и почему. И, как говорится, будем от этого уже, что называется, плясать. Если будет вдруг проблема с видеороликами, то я прошу прощения у вас заранее, потому что может быть такая проблема. Skip cinematic. Ну, вот, что мы с вами видим. Кстати говоря, по-моему, картинка не растянутая. Полностью широкоформатная. И работает в идеальном, в принципе, вполне себе состоянии. Это мы с вами играем за лютого того вампирюгу, с которым нужно было бороться две, по-моему, первых части, насколько я помню. Не знаю, как нажать кнопку, пока не надо мне, что-то меня хотят. Но, суть осталась, суть. Капслог случайно я завязал, и у меня все зависло. Да, и вот такое маленькое окошечко, оно вылезло потом. Хотя нет, по всей сути, все-таки, экран немножечко был растянутый. И боюсь, что это, наверное, никак не удастся нас с вами пофиксить. То есть, ну, прикол в чем я имею в виду, что картинка стала широкоформатной, как бы, но при этом персонаж немного растянутый оказался. Но я думаю, в любом случае, это лучший выход, чем играть вот так в окошке, согласись. Поэтому, ребят, тут нужно чем-то жертвовать, так скажем. Так что на этом все. С вами был ваш Юран. Огромное спасибо за внимание. До новых встреч. Не забудьте подписаться на канал, рассказать друзьям и поставить лайк. Так что скоро увидимся. Не прекращайтесь, будет много всего интересного. И пока-пока море классных и крутых гайдов ждут вас впереди. До новых встреч.